Друзья, добрый день! Добро пожаловать в нашу ламповую атмосферу вебинара, посвященному программному продукту VitroCAD и Revit. Я попрошу написать плюсик, смайлик, либо любую эмоцию в чат в подтверждении того, что меня слышно. Я вижу, как минимум у меня слышно Алине. Вот. Пошли эмоции, значит, скорее всего, меня слышно. Со мной сегодня будет мой коллега Евгений Вишневский. Женя, ты с нами? Если с нами, то, пожалуйста, тоже выйди в эфир. Уважаемый компьютер, включите, пожалуйста, микрофон и камеру Евгения, если он с нами. А я пока Евгений подключается. По традиции, первые 10 минут потрачу на то, что расскажу немножко о нашей компании, и потом мы перейдем непосредственно к сути нашего вебинара. Мы занимаемся вопросами внедрения и поставки решений в области проектирования организации средств общих данных и информационного моделирования. Наши основные направления деятельности с 2000 года мы составляли коробки, потом где-то в 2003 году у нас открылся учебный центр. С 2005 года начали заниматься вопросами внедрения технологии информационного моделирования. И с тех пор у нас, наверное, три основных области нашей деятельности. Это поставка решений, обучение и консалтинг. За это время удалось достигнуть достаточно многого. Достаточно много таких ключевых строительных проектов использовали технологию BIM 2008 года. Самый первый проект – это вторая сцена Мариинского театра. В сентябре в Москве запустились северный дублер Кутузовского проспекта. Мы принимали участие как BIM-консультант компании МКК, участие организации среды общих данных и требований к цифровым информационным моделям. Стадия П как минимум этого объекта была разработана с применением технологии BIM. Мы работаем с промышленными объектами, в частности, с 2015 года у нас был проект с лейтинским регионом Кипромезом или компанией НЛМК. И достаточно большое количество опыта у нас было накоплено за этот период. В части среды общих данных мы занимаемся с 2004-2005 года. Начинали с собственного решения на базе Lopsin-Oopsin-Domino. Но с Revit занимаемся с 2005-2006 года. Активно продвигали технологии BIM-360. Сейчас в связи с тем, что BIM-360 в России приобрести и коллаборейшн достаточно сложно, вот как раз ищем альтернативы. На наш взгляд, VITROCAD является прекрасным таким альтернативным вариантом для организации совместной разработки. Сейчас мы постараемся объяснить, почему мы так считаем. И помимо Revit и VITRO мы занимаемся также разработкой специализированных решений. Вот тут на слайде пример инструмент отделки для компании Banava. Одним из программных продуктов в нашем портфеле является очень мощный программный продукт, это SOFiSTIC для расчета больших сложных зданий и сооружений. Также там есть специальный модуль Bridge Design для расчета искусственных сооружений, для мостов, туннелей. Позволяет считать постановку земля-грунт. То есть очень интересное решение. Вот на слайде один из примеров заказчиков, используемых этот программный продукт, архитектурная ассоциация Андрея Литвинова. В части разработки тоже один из кейсов. Модуль приложения к Revit у кабельной трассы для компании PIC ENERGO позволяет ускорить процесс разработки проекта инженерам, электрикам, занимающиеся кабельными трассами на базе решений PIC ENERGO. Помимо этого, ежегодно мы организуем конференцию BIM на практике. Открайняя была у нас 18 сентября в городе Санкт-Петербург. Обучаем программным продуктам SAPRO BIM. У нас собственный учебный центр. Выдаем сертификаты о повышении квалификации. Один из наших таких топовых продуктов обучения – это курс BIM Manager. Следующий поток у нас 20 сентября стартовал 12 поток. И где-то, по-моему, информация у нас внутри проходила, что с февраля 2024 года стартует следующий 13-й поток. Всем рекомендуем. Это три месяца погружения в процессы BIM и TIM, в части написания документов. И практика есть. Формат удаленный. Всем рекомендую. И немаловажно – это поставка. То есть мы, помимо внедрения, обучения, изменения в внутренних процессах, также осуществляем поставку в программное обеспечение. Работаем с зарубежными. Сейчас с зарубежными практически уже не получается работать. Активно работаем с нашими отечественными поставщиками и разработчиками программных продуктов. Вот на слайде здесь неполный перечень того, что мы можем вам предложить. И на QR-коде, на нашем сайте более подробная информация с более полным перечнем тех решений, которые мы поставляем. Вот, наверное, такие основные моменты, которые хотелось рассказать о нашей компании. И сейчас я непосредственно перейду к сути нашего вопроса. Сегодня мы поговорим о том, как Vitrocad может помочь вам при ревит-проектировании. А перед этим я бы попросил вас ответить на небольшой вопрос. Знакомы ли вы с решением Vitrocad? Если да, то выберите, пожалуйста, либо нет, тот из ответов, который наиболее подходит к вашим задачам. Так, вот первый ворвался в наш опрос, использующий систему Vitrocad. 23% используют активно, надеюсь. 15% поменялось. 20% используют, 13% тестировали, 40% слышали. Опять все поменялось. 22% не слышали, что такое Vitrocad. И 11% случайно зашли к нам. Вам большой привет, оставайтесь с нами, будет интересно. Так, ну, я вижу, что 22% не знает, поэтому буквально пару слайдов про Vitrocad мы тогда расскажем, что это такое. Так, завершаем голосование. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. И теперь я запущу, наконец-таки, экран. Если несложно, напишите плюс 8, 10 или 10825, если вы видите мой экран. Чатик. Так, плюсы пошли. Отлично. А цифру никто не запомнил. Еще такой момент. Если у вас возникает вопрос, если несложно, пишите его в раздел «Вопросы». Так мы его точно не потеряем и ответим в процессе, либо по ходу нашего вебинара. Так, я вижу, к нам Евгений присоединился. Женя, ты с нами? Привет. Включи, пожалуйста, микрофон, чтобы мы тебя услышали. Алло. Саня, если вы обращаетесь ко мне, то не на дурку пропадали. Возможно... Ты не бот, это главное. Да. Видно мой экран. Я сейчас запущу тогда демонстрацию экрана и немножко сначала помучаю вас слайдами, а потом мы залезем в программный продукт и его немножко посмотрим. Собственно, для 22% буквально у меня будет три слайда о том, что такое витрокат. И затем для всей остальной аудитории мы посмотрим, как витр может помочь в совместной работе. Значит, витрокат — это решение для организации среды общих данных. Соответственно, оно существует в двух видах. Это может быть облачный сервис в дата-центре Российской Федерации, так называемая схема SaaS, Software as Service. И второй вариант — это может быть полностью ваше решение на вашем сервере, либо на вашем облаке, либо если ваши мощности там тоже в каком-то дата-центре, но, грубо говоря, это полная собственность компании. Вот в двух таких вариантах решение поставляется. В случае, когда сервис в сети компании, он может поставляться в формате лицензии on-premise, то есть это постоянная лицензия с годовым обслуживанием подпиской. То есть это вот как раньше, 10 лет назад, 100% программных продуктов поставлялись именно по такой схеме. И второй вариант поставки — это аренда годовая. Значит, облачный сервис поставляется только в аренде, а сервер в сети компании может быть либо по первому, либо по второму варианту лицензироваться. Значит, с точки зрения архитектуры доступ к среде общих данных может быть из различных, скажем так, точек входа. Значит, Vitor проявляется в следующих, скажем так, ипостасиях. Это либо веб-интерфейс с работой в среде общих данных. Ну, то есть если кто-то работал с BIM 360 и Autodesk Construction Cloud, то есть это вот пример веб-интерфейса. Второе — это толстый клиент, проводник Windows. Аналогии, ну, еще аналогии можно провести, допустим, с Яндекс.Диском. То есть вы можете и в вебе заходить, и через толстый клиент, если он у вас установлен. То же самое в VitorCAD есть толстый клиент, он себя проявляет как виртуальный диск в моем компьютере. И при установке толстого клиента также есть возможность установить дополнительные плагины на офисные программные продукты и на программные продукты с АПР и BIM. Значит, в чем главное отличие там Vitor от, не знаю, Яндекс.Диска, либо каких-то других облачных обменов файлами, которые есть. Это, в первую очередь, корпоративное решение, которое централизованно управляется бизнесом, решение для бизнеса. И оно специализировано и, скажем так, имеет мощный функционал именно для работы в архитектурно-строительных проектах в рамках всего жизненного цикла инвестиционного проекта. То есть, в первую очередь, ориентирован на проектные организации для обеспечения качественной совместной работы. Вот как раз этот нюанс мы сегодня затронем. И вторая целевая аудитория – это заказчики, технические заказчики, службы заказчиков. То есть, те, кто осуществляет от различных участников сбор информации, ее согласование, ну и через управление данными в электронном виде осуществляет управление проектом и процессами. Какие возможности VITRA дает? Ну, это классическая, первый там нижний уровень того, что требуется от среды общих данных. Это хранение и версионность файлов и документов, журналы действий, видно, кто когда сохранил, возможность прикручивания дополнительных атрибутов и потом в рамках этих атрибутов – выгрузки отчетов, выгрузок, поиска. Есть поиск как по атрибутивно и именной части, так и по содержимому, если индексирование на сервере включено. Далее есть просмотр веб-интерфейсе форматов PDF и IFC без установки дополнительных программных продуктов и плагинов. При просмотре там появляются дополнительные возможности и простановки замечаний внутри этих форматов. Здесь у них работа в этом плане не останавливается. Разработчики сейчас реализовали экспорт веб-просмотр из внутри программного продукта Revit. То есть PDF и IFC вы просто там загружаете в систему, она сама конвертирует в свой формат просмотра, а из Revit сейчас нужно как бы из самого SAP выгружать. Идет работа на то, чтобы выгружать из Navisworks, и идет работа над темой в дорожной карте для того, чтобы просматривать формат DWG. Далее VITROCAD дает возможность организации процессов. То есть если вам нужно между двумя сторонами обеспечить либо юридически значимый, либо подтверждаемый журналированный фиксацию факта, подтверждение либо согласование, вот для этого нужны процессы. Причем в различных жизненных ситуациях. Это может быть согласование заданий на проектирование внутри проектной организации, это может быть согласование рабочей документации в службе заказчика, это могут быть запросы на изменения. То есть везде, где одна сторона там просит подтвердить что-то у второй стороны, здесь могут помочь процессы. Они достаточно так легко просто конфигурируются, там у них есть определенная схема. Плюс VITROCAD сейчас переходит на новый интерфейс. То, что мы сегодня будем показывать, это старый с сердцем у него там SharePoint ядро. С 26-го у них там будет презентован октября новый такой простенький интерфейс интерфейс достаточно юзабильный. И система там сейчас уже полностью перешла в новых версиях на Linux, X-Postgre, то есть на отечественные, точнее импортозамещенные компоненты. Система входит в реестр программного обеспечения, если это необходимо и важно. Плюс следующая функция, которая позволяет организовать достаточно эффективный просмотр замечаний, то есть выставляются замечания на файлы и сущности, и автоматизированно собирается сводный реестр. Значит, с точки зрения задач заказчика, выпуск, производство и работ с простановкой QR-кода, фоксимильной штампа, поддержка усиленной квалифицированной электронной подписи, плюс то, что я здесь еще возможности не указал, есть VitroPlaner, это инструмент планирования с поддержкой диаграммы ГАНТа, планирования трудозатрат, фиксации трудозатрат, выполнение тех или иных задач, то есть вот с точки зрения управления процессом проектирования и помощи в управлении процессом проектирования тоже достаточно интересный инструмент. Вот, значит, три слайда про VitroCAD я рассказал. Если у вас еще какие-то вопросы сейчас возникают, пишите их в блок вопросов, мы на них обязательно ответим. Теперь поговорим как раз о совместной работе в Revit и где в этом процессе у нас может быть VitroCAD. План у нас в нашей основной части следующий. Мы с вами поговорим про так называемые зоны проекта, то есть такая небольшая методологическая часть. Наверняка вы слышали там Work in Progress, Shared Published, Архив или рабочие данные, общие данные публикованные. Посмотрим на процесс с точки зрения этих зон, а потом поговорим, как ссылки при совместной работе работают, посмотрим, как из Revit сохранить модель, запустить совместную работу и запустить ее в зону рабочих данных, зону опубликованных данных, какие особенности есть при работе с Revit-сервером, как осуществляется публикация проекта и как выглядит процесс согласования. К этому слайду я буду еще возвращаться для того, чтобы мы не потерялись на нашем пути. Итак, проговорим про зоны. Вот представим гипотетически наш проект. Допустим, у нас существует некий сложный, комплексный, инвестиционно-строительный проект, в котором принимают участие различные участники, я имею в виду юрлицы. То есть мы сейчас говорим не просто про одну организацию, внутри которой осуществляется комплексное проектирование, а говорим про несколько юридических лиц со своими бизнес-процессами, стандартами, со своим там самоваром и так далее. Вот пример на этом слайде я их попытался изобразить. То есть есть некие команды, которые работают там с Revit-сервером, есть команды, которые работают просто с центральными файлами, кто-то может в Revit работать просто с локальными файлами, без там рабочих наборов, без совместной работы. Но предположим, что все они работают в рамках одного проекта, они выполняют различные дисциплины, и генеральному проектировщику, либо той стороне, которая всем этим процессом управляет, их усилия нужно эффективно объединить, чтобы они научились друг с другом меняться данными в электронном виде. Ну, так как мы говорим о Revit, в первую очередь мы говорим про ссылки. Ссылки на данные, задания и так далее. Соответственно, здесь сразу встает вопрос о центральной точке доступа, о том, что нам необходимо весь этот процесс с прямых каких-то непонятных передач перевести в рамках единую точку доступа или среды общих данных, в которой все будут свои данные сохранять, и из этой среды они будут черпать информацию от смежных дисциплин для своих задач. Сегодня мы говорим про Витрокат, поэтому у нас это центральная среда, и будет Витрокат. Это раз. Следующее, снизу справа, я напомню про подход, который в свое время сформулировал британские ученые в БС-1192, о том, что у нас есть несколько так называемых зон обмена, у нас есть понятие рабочие данные. Рабочие данные — это те данные, которые использует либо человек на свой компьютер, либо проектная команда. То есть это информация, которая не предназначена для всеобщего обзора, она не является, не факт, что она является актуальной, это могут быть какие-то промежуточные проработки, то есть это те данные, которые, скажем так, являются полуфабрикатами и предметом внутренней работы команды либо одного человека в зависимости от того, как у вас построено взаимодействие. Общие данные — это как раз данные, которые готовы для передачи, для согласования с смежными дисциплинами. То есть общие данные — это зона, из которых все черпают себе результат работы смежных коллег дисциплин. Опубликованные данные — это общий результат работ, когда у нас в области взаимодействия общих данных все как бы согласовано и поняли, что мы, скажем так, завершаем этап своей работы и нужно его зафиксировать в виде некой публикации, чтобы потом отправить дальше на согласование заказчику либо к какой-то другой стороне. Это вот опубликованные данные. И архивные данные — это... В самых первых версиях BS1.92 — это была отдельная зона, в которую переносили или копировали согласованные данные из публикации. Ну, а потом, когда 1.92.BS реинкарнировался в ISO 950, архивные данные стали говорить, что это просто может быть статус файлов, зафиксированные вот изменениями как архивных. Учитывая то, что у нас конфигурация наших участников такая вокруг, я немножко вот четыре зоны перерисую в другой вид. Да, то есть вот у нас будут рабочие данные, у нас будут общие данные, у нас будут опубликованные данные. То есть наша задача — посмотреть, каким образом у нас будет осуществляться взаимодействие. Значит, чтобы это посмотреть, я запущу доску сначала для рисования. Подскажите, видно ли досочку? Вот слайд, который был, он должен быть изображен. Женя, не подскажешь? Сейчас вот на экране видна доска? Да, доска видна, действительно. Слайд ушел куда-то вверх. Ну, вот сейчас я пересмаю. Видно ли? Так, слайд ушел вверх. Сейчас, подожди. Вот, я попробую сделать вот так. И, по идее, у нас... Видно, да? Или нет? Так, все видно. Спасибо большое, Анна, за обратную связь. Значит, вот у нас есть рабочие данные. И получается, вот на примере... Ну, вот мы будем вот за красных сегодня играть. Вот команды, которые работают с центральным файлом. Соответственно, что мы будем сделать? И как это может выглядеть? Значит, у нас есть некая организация. Вот ее контур. Либо, если это владелец среды общих данных, то вот ее может быть, такой контур, скажем так, да, логический. Это рабочее место сотрудника. Значит, рабочее место сотрудника. Организован сервер. Это может быть либо Revit-сервер, либо файловый сервер для организации центральной совместной работы. И в Vitrocad, зоне рабочих данных, идет периодическое сохранение версии файлов, без очищенных ссылок, а просто, скажем, какой-то текущий срез моего файла, к которому надо там зафиксировать, либо к которому я хотел бы вернуться, либо, допустим, необходима какая-то развилка решений, и мне какое-то решение там проектное нужно зафиксировать в виде версии, чтобы, если что, к нему откатиться. То есть в Vitrocad, зоне рабочих данных, у нас будет просто периодическое сохранение версий рабочих файлов дисциплины, к которым потом можно было бы вернуться там. И причем в Vitro устроен так, что либо вы стандартным способом в Revit открываете центральный файл, либо если вы просто открываете его из Vitrocad, он все равно понимает, что он связан с центральным файлом на сервере, и это работает бесшовно для пользователя. Вторая зона — это зона общих. Сюда мы сохраняем уже очищенные версии файлов без ссылок. То есть как вот по классике, когда в зону общих данных выкладываются очищенные отсылки и дополнительных вхождений файлов, то есть чисто тот пакет информации, который рождает данная дисциплина. Который рождает данная дисциплина, и отсюда уже мы можем там ссылками передавать данный файл на другие разделы. И зона опубликованных данных также мы будем отправлять отсюда. Значит, сюда мы будем отправлять Revit файл плюс публикацию, то есть, допустим, PDF, DWG, то есть ту проектную продукцию, которая уже вместе с моделью должна быть отгружена заказчику в следующей стороне и так далее. И вот такая у нас получается конфигурация. При этом, как могут быть организованы взаимосвязи между этими файлами. То есть у меня, получается, есть центральный файл на файловом сервере, либо это центральный файл на Revit сервере. У меня есть файл в зоне рабочих данных, у меня есть файл в зоне общих данных, но публикацию мы не берем. Соответственно, VITRO позволяет, в зависимости от того, насколько вы от задачи и потребностей проекта, позволяет вам ссылаться на любой из, скажем так, вариантов хранения файлов. То есть первый вариант, когда у нас запустилась работа, есть центральный файл, там работаем по-живому, и там коллеги могут, находясь в сети, все равно ссылаться на центральные файлы друг друга, то есть работаем в режиме онлайн. Второй вариант, если каким-то образом у нас хочется разделить выдачу заданий между дисциплинями внутри организации, либо между организациями, которые находятся в контуре системы VITROCAD, там может быть группы, это может быть несколько юрлистов, которые вместе VITROCAD пользуются, можно осуществлять ссылку не на центральный файл, а вот на файл рабочих данных. Соответственно, тут зависит от того, что вам данные конкретные ситуации необходимы. То есть, ну, рабочие данные, это может быть, что, чтобы избавить тех, кто на вас ссылается, от каких-то режима онлайн-трансляций, там, тех творческих, скажем так, поисков, которые вы осуществляете, и зафиксировать определенный там пакет передач информации. Еще более зафиксированным он является в зоне общих данных. Когда вы очистили вот своих ссылок, вы его публикуете только тогда, когда поняли, что информация, которую вы делаете, она достигла определенной зрелости, да, и она готова быть там заданием, либо ссылкой для другой стороны. Значит, над этими файлами можно запускать процессы, можно согласовывать задания, ну, к тому, что есть различные варианты осуществления ссылок, и при этом... Сейчас я снова запущу экран. Как я сказал, есть в Vitrocad несколько инструментов для того, чтобы в зависимости от того, в какую зону мы отправляем, у него есть соответствующие функции. То есть, когда мы в рабочие данные сохраняем, у них есть функция сохранить изменения, сейчас мы ее посмотрим. Когда мы сохраняем в зоне общих данных, это функция публиковать, и когда мы публикуем, это функция экспорт. Вот эти сейчас функции мы с вами посмотрим и более подробно взглянем. То, что касается ссылок. Значит, ссылки на файлы осуществляются через стандартный функционал Revit. Мы сейчас это тоже посмотрим. Появляется новый виртуальный диск. И особенности создания центрального файла и связи его с рабочими данными сейчас мы с вами посмотрим вживую. Для этого я запущу Revit. Открою файл. Простой файл. Сегодня мы будем работать с определенными примитивными фигурками, чтобы наглядно посмотреть и увидеть, что у нас работают ссылки, что они обновляются. И сейчас мы посмотрим, каким образом все это выглядит. Первым делом мы сделаем следующее. Мы с вами окажемся в группе вот этих ребят с центральным файлом. А, вот они, да. И первое, что я сделаю, я сохраню файл в виде совместной работы, загружу его на сервер, где у меня хранятся центральные файлы. И это первый шаг, который я сделаю. Вот у меня есть мой файл. МТР называется. Зайду на совместную работу, включу совместную работу. Значит, в облаке нет вашей сети. Найду ту папочку, которую я заготовил для моих файлов. Рабочие наборы и сохранить как проект. Сохраню его как центральный файл. туда ту папочку, которую я заготовил для него. Вот сейчас вы, скорее всего, увидите все. Ну, те задачи, которые вы решаете каждый день, да, когда запускаете совместную работу. Ну, единственное, если у вас ревит сервер, вы то же самое проделаете на неревит сервере. И теперь, если я открываю, то у меня запускается файл в режиме совместной работы. Я вижу, что есть рабочие наборы. и все выглядит достаточно хорошо. То есть сейчас мы находимся вот здесь в рамках вот этого зоны взаимодействия. Идем дальше. То есть у нас, в нашей компании есть среда общих данных. Давайте на нее посмотрим. Я запущу Chrome, запущу киперссылку на мою среду общих данных и реестр проектов. Через веб я захожу в реестр проектов. Захожу в проект. Женя, это демонстрационный проект, да, у нас стенд? Да, совершенно так. Вот. И здесь Женя сделал заготовочку. Это BIM-модель RD разделив условно там на несколько зон. Тут опять же система хранения может быть любая произвольная, которая принята у вас. Мы для удобства сделали вот так. В Work in Progress вид я сохраню сейчас текущие версии моделей. В Shared у нас как раз будет зона общих данных, туда мы будем грузить. Ну и вопубликованном мы в процессе будем загружать те файлы проектной продукции, которые мы с вами в рамках нашего сейчас игры сделаем. Значит, веб-интерфейс это одно представление, второе представление это в проводнике мой компьютер VITRO, диск VITRO. Соответственно, здесь если мы зайдем в демонстрационный стенд Teardoc и вот тут дублируется структура нашего проекта. То есть, если бы мы зашли через Яндекс.Диск, толстый клиент, 360 или аналогичный систем. Как он себя проявляет VITRO в Revit? Значит, после того, как мы поставили толстый клиент и там поставили галочку, что в том числе установи приложение к Revit, у нас появляется вкладка вот сохранить изменения, опубликовать экспорт. Это три кнопочки, которые мы сегодня будем смотреть. И еще очень важное в Revit VITRO себя проявляет в стандартном функционале. То есть, в разделе вставить связь Revit у нас есть раздел внешний источник и вот наш VITRO диск, который мы заходили через проводник, он здесь отображается. То есть, всем участникам, которые задействованы в процессе взаимодействия через Revit, значит, что происходит? Им дается доступ в среду общих данных, логин, пароль, они устанавливают у себя толстого клиента, они устанавливают приложение к Revit и независимо от того, какой принцип работы в компании организован, там через Revit сервер работает, через центральный файл, либо просто локальными файлами обмениваются, у всех появляется возможность налаживать, вставлять в свои файлы связи, либо связи с Сапр, либо связи с Revit из внешнего диска из VITRO. То есть, VITRO позволяет коллаборировать не только при помощи там, именно Revit файлов, но и в том числе, там, если вы автокадовские подложки хотите кому-то отдать, а кто-то работает в автокаде, ему нужны там ваши автокадовские подложки, либо кто-то, допустим, работает в автокаде, выгружает автокад в VITRO, а вы в Revit должны их подгрузить. То есть, вот все эти 50 оттенков форматов, взаимодействия форматов поддерживаются, потому что в VITRO появился просто стандартные функции импорта связи Revit. Жень, параллельно со мной я тебе попрошу выложить со своей стороны у тебя там было пару файликов, которые ты должен как подрядная организация выложить. То есть, мы с вами проиграем следующую игру. То есть, я работаю как центральный файл, а Евгений где-то вот либо через Revit сервер, либо работает с локальными файлами, он сразу будет загружать в опубликованные данные свою информацию, точнее в общие, а я буду соответственно этой информацией пользоваться. Но перед тем, как воспользоваться этой информацией, я вот создал центральный файл и пройду сейчас по первой стрелочке сохранить изменения для того, чтобы мой файл оказался в среде общих данных, версия моего файла. Что мне нужно сделать? Я в VITRO сохранить изменения, у меня появляется вот такое окошко, что-то в нем уже заполнено, а что-то нет. файл это мой локальный кэш-файл, который создался при открытии центрального файла. Путь перенаправления это вот путь как раз к центральному файлу, с которым я коллаборирую, я осуществляю совместную работу. Здесь будет либо центральный файл, либо если вы Revit сервер используете, здесь будет и объект системы это вот как раз мне теперь нужно показать в какую папку внутри среды общих данных мне необходимо сохранить, первично сохранить файл, а потом уже непосредственно осуществлять просто с ним синхронизацию. Так, значит у нас был демонстрационный стенд PSS Great Tech BIM модель RD Work in Progress это я считаю архитектурным файлом, точнее архитектурным шедевром и ставлю галочку запомнить все пути, чтобы потом еще раз этого не повторять и могу написать комментарий, то есть для того, чтобы версия данного файла, который загружается, она потом можно было найти. Допустим, вы работаете и в какой-то момент думаете, надо вот эту версию сохранить файла, а чтобы понять, почему я ее сохранил, можно написать комментарий. Первая версия. Четверга. Ставлю установить связь и что сейчас происходит. Мой файл копируется в среду рабочих данных. Внутри этого файла сохраняются в виде рабочих полей и свойств взаимосвязи с центральными файлами. И так, сейчас мы к кредиту вернемся. И теперь, когда в следующий раз я буду нажимать сохранить изменения, то есть первый раз делается у нас вот этот настройк связи, а в следующий раз, просто когда очередную версию мне нужно сохранить, пути запоминаются, я просто говорю сохранить изменения, окей, ну и эта процедура повторяется. То есть вот через сохранить изменения я спокойно потом регулярно отгружаю версию текущей модели в среду общих данных. Теперь если я зайду через веб-патерфейс, work-in-progress AR, если все хорошо, то видите, у меня появился там файл Revit, если посмотреть журнал версий, то мы увидим, что версии пошли, значит, вот первая версия четверга, ля-ля-ля, все заметки, то есть они видны, видно кто, видно когда, и те параметры, которые были изменены. Вот, соответственно, мы сейчас проделали первый путь сохранить изменения. Далее я начинаю разрабатывать мой файл, мне уже как-то не хватает дополнительной информации от моих коллег смежников. Уважаемые коллеги смежники, подскажите, вы уже там что-нибудь добавили среду общих данных? Не спрашивать, значит, какой плюс среды общих данных в том, что мы теперь работаем в одной среде, и у нас прозрачно, да? Я могу не просто спрашивать, я могу посмотреть. Так, work in progress KG, я вижу, что здесь пусто. Work in progress VK тоже пусто, потому что я смотрю не туда, я смотрю Shared KG, что-то есть, что и когда это сделал, может быть, это какие-то устаревшие данные, хотя я вижу, что 4 минуты назад, в принципе, через журнал версии я могу посмотреть, кто же, Евгений Вишневский в 11.39, то есть, если у вас была какая-то договоренность выложить материалы к определенной дате, среда общих данных, это такой прекрасный третийский судья, который, соответственно, и четко скажет, да, были эти выложены, нет, были внесены изменения, какие-то нет, то есть, я вижу всегда крайнюю версию, мне на самом деле это очень, очень импонирует. Как я вставляю? Стандартная функция Revit'а вставить связь, только теперь я иду в среду общих данных, демонстрационный проект, техдок, BIM-Modeler, BIM-Modeler, вы просто любители длинных путей, у вас этот может быть гораздо проще, значит, KG, значит, по общим координатам открыть, и вставлю также еще, я слышал, что коллеги по ВК тоже отработали, да, техдок, BIM-Modeler, 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 так, что-то у нас слишком добавить свои изменения, и, соответственно, сохранить их два варианта. Синхронизироваться с хранилищем, чтобы улетело в центральный файл, и второй, если данную версию я решил каким-то образом сохранить, я могу сохранить изменения, поставить комментарий, теперь мы улыбаемся, и нажать ОК. Таким образом я отправил зону рабочих. Если в моем случае наступил момент, что какой-то момент информация моя дозрела, чтобы стать предметом зоны общих данных, опубликовать, да, то, соответственно, я сейчас первый раз это проведу, потом также мои настройки, они сохранятся. у меня файл файл содержит ссылки, файл содержит мою информацию, которую я добавил, для того, чтобы опубликовать, я нажимаю кнопочку «опубликовать», соответственно, тут мне нужно заполнить два поля, поля. Первое – это объект системы, это куда в среде общих данных я буду сохранять мои материалы. я их буду сохранять в «shared», «ar», «ok». И еще один путь перенаправления, так, точнее нет, объект системы, это я немножко… Аня, все верно. «shared.ar» и путь перенаправления, куда временно будет сохраняться файл перед тем, как он будет там очищаться. Я вот «c-temp» выбираю, обязательно, чтобы эта папочка у всех присутствовала. То есть, система как будет поступать? Она от имени вашего сервера, модель будет временно сохранять во временную папку, там будет она это все дело зачищать от ссылок и потом уже очищенную версию отправлять в среду общих данных. Значит, напишем комментарий и напишем укажем «установить связь». После этого первая версия моей модели с очищенными ссылками отправилась в среду общих данных. Можем это также увидеть в веб-интерфейсе. Я как раз нахожусь в зоне «shared». Вот несколько секунд назад Беттимиров Константин разместил первую версию моей опубликованной модели. Таким же образом мою модель мои коллеги смежной дисциплины через вставить смогут себе забирать и соответственно работать с моей ссылкой. То есть, я буду продолжать работу центральным файлом. Значит, опубликованная модель она будет зафиксирована пока что. Пока снова, я не опубликую. В какой-то момент, если я решил провести изменения, я данную модель опубликую и она будет доступна. Значит, чтобы закрыть, еще там, завершить вопрос совместно работой через ссылками, я попрошу уважаемых подрядчиков какие-нибудь изменения внести и мы посмотрим, каким образом у нас осуществляется обновление. Вот. А пока я, пока мои уважаемые подрядчики публикуют модель, у нас тут есть снизу определенная недосказанность, не хватает раздела УВ, я его тоже загружу центральный файл, проделываю с ним те же самые действия, которые я выполнял с архитектурным файлом, совместная работа запустить в вашей сети, потом сохранил как центральный файл, так, у нас это ОВ, сохранить, запустил совместную работу, открыл файл, создав новый локальный, через Витрокат установил связь с объектом системы в зоне Work in Progress, так, это у нас ОВ, установил связь, при достижении каких-то определенных результатов моей дисциплины, я сейчас сразу также настрою публикацию в зону Shared, тоже в Temp, устанавливаю связь, и данную связь подгружу снова в моем архитектурном разделе, так, вот это я закрою, синхронизации, вернусь в мой архитектурный раздел, коллеги мне сказали, что там отработали ОВ, ну как коллеги, я сам себе сказал, да, вот Бетемилев, Константин, соответственно, я связь Revit назначаю в том числе на раздел ОВ, модель, так, только я не туда побежал, BIN-модель, Shared, ОВ, по общим координатам открыть, так, вот наши ножки прилетели, ну и соответственно, синхронизируясь, если, ну сейчас, как бы, не считая, что необходимо сохранять какую-то версию в хранилище или публиковать, это мне просто сейчас текущая работа, так, интересно, обновились ли, что-то произошло ли у моих подрядчиков или нет, то есть редактики данных там через веб-интерфейс я тоже это могу посмотреть, могу посмотреть, что, ну тут у нас 4 минуты назад, а так, в принципе, если мы работали там с моделью недельной давности или какой-то, мы это сразу тоже увидим, плюс в Soda можно подписываться, здесь такой колокольчик оповестить, подписываться на изменения в папках, соответственно, меня, допустим, идут ссылки на 8 каких-то дисциплин, они находятся в шаре, где у меня в определенных папках, я могу настроить, что если какие-то изменения в этих папках произошли, оповести меня по электронной почте, тоже очень удобно, позволяет не пропустить каких-либо изменений, если они там прошли не меня, ну и, соответственно, каким образом нам это обновить, диспетчер связей, либо стандартная функция, вот связанные файлы Revit, я могу их выделить правой кнопкой, значит, под новой обновить, обновить, тут стандартная функция, которая есть, ручки появились более миленькие, то есть, видите, стандартный функционал, просто ядром совместной работы у нас становится RetroCAD, мы, настроив один раз изменения и экспорт, можем теперь регулярно отгружать в регулярно отгружать среду общих данных версии файлов через инструмент сохранить изменения, либо через инструмент опубликовать, то есть, отличие у них главное в том, что сохранить изменения сохраняет в среду общих данных файлы со всеми ссылками, которые в файле содержатся, а функция опубликовать, она очищает файл отсылок, то есть, поддерживает этот классический подход очищенных файлов среди общих данных. что я сейчас делаю, я сейчас тоже опубликую, синхронизирую, принимаю решение, что мне также нужно сохранить изменения и также опубликую новую версию в зону опубликованную, чтобы другие коллеги с ними могли работать. Вот мы сейчас с вами посмотрели, как мы центральный файл сделали, как мы сохраняем изменения, как мы публикуем, как мы из общих данных забрали информацию смежных дисциплин и как мы можем обновлять эти данные из смежных разделов. Так, идем дальше. Идем дальше. третий момент, который хотели сегодня рассмотреть, это что такое экспорт. Для этого я создам новый лист. наша девчонка влезет, наверное, к А4 книжная. Так, планы этажей. уровень 1. Так, вот у нас без названия есть, есть. вот наша красота появилась. Мы оформили определенные листы. Так, от 3D у нас есть там что-нибудь? сохраним еще такой видочек, чтобы было покрасивше. Так, вот наша девчонка, вид 1. чтобы поживее было. Сделали определенный листаж. Теперь этот листаж нам необходимо опубликовать в виде формата PDF. Допустим, это документ, который мы хотим сохранить уже в среду общих данных и запустить на согласование службы технического заказчика. Я считаю, что служба технических заказчика должно, должен наш проект уже понравиться, они должны его принять. Для этого идет третья кнопка экспорт. Так, да, вот в зону опубликованных. Значит, я и нажму. До этого у нас тут, если мы говорим про PDF, можно там определенным способом настроить PDF, принтер. Значит, мы видим перечень наборов и перечень листов. Грубо говоря, для начала мы можем создать набор. Допустим, лист А101 сохранить как набор 1. То есть перечень листов с настроенными принтерами. и в экспорте у нас набор 1 появится. галки прокрыжатся там, где необходимо. Значит, тип экспорта, который поддерживается. PDF, DWF и DWG. То есть это три формата, которые плоские, да, позволяют систему выгружать из листов. я, допустим, сейчас остановлюсь на PDF и DWG. Вот снизу вкладки идут с настройками. Сегодня мы их рассматривать не будем. Есть еще третий вариант это Beam Viewer, который сейчас как раз вот коллеги разрабатывают и дорабатывают из Revit для того, чтобы выгрузить файл в режиме просмотра вебе. То есть я вот сейчас ОК нажму, чтобы у нас это получилось. Не получилось, потому что мы не указали куда. Сейчас мы сохраним. И снова перейдем к экспорту. Перейдем к экспорту. Давайте лучше сначала DWG и PDF. Я выберу листы, которые я хочу добавить. Могу добавить модель Revit. Укажу куда. У нас в среде общих данных под эту историю мы выделили тоже отдельную зону. Опубликовано. И у нас есть там две группы в процессе и согласовано. Среда общих данных витра позволяет сделать следующее. В зону процессе вы загружаете материалы, которые должны быть согласованы, а после прохождения бизнес-процесса в случае его утверждения система автоматизирована, копирует его в зону согласованно, проставив QR-код и штамп производства работы. То есть это может быть инструмент применяться при выпуске производства работы. Папки на стенде на нашем называется процессии согласованно. На самом деле в боевой системе они как бы могут называться по-любому. Это просто мы вам для того, чтобы показать, как эта история работает. Значит, нажимаем экспорт окей и файлы улетают в экспорт. Сейчас мы посмотрим их. Наш зона шарит. Перейдем опубликовано. В процессе AR создаются папочки DWG и PDF. То есть, соответственно, в DWG у нас будет загружаться формат DWG. А PDF у нас загружается в формат PDF. В папочку связи у нас по идее сейчас будет загружаться модель Revit. Но пока она загружается, мы обратим свой взор на формат PDF. я его запускаю. Здесь у нас, как я говорил, внутренний просмотровщик формата PDF присутствует. мы можем запустить. И здесь есть дополнительные вещи, как функции сравнить, очень похожие на BIM 360. Сейчас мы их смотреть не будем. И есть функции выставления замечаний. Выставление замечаний это тоже очень похожий функционал 360. Выставляем замечания внутри и, соответственно, к этим замечаниям. Все эти замечания собираются в сводный реестр замечаний. Сейчас мы еще раз попробуем экспортировать BIM Viewer, потому что я подозреваю, что он не сохранил, потому что я файл не сохранил после создания 3D-вида. Значит, выбираем вид, нажимаем ОК. Ссылка на объект не указывает на экземпляр. Так, что-то у меня здесь не сработало, потому что, возможно, еще нам нужно в сам BIM Viewer перейти. ОК. Нет, не в этом причина, но с этим делом мы разберемся. Главное, то, что у нас появился формат PDF. Этот PDF я уже могу запустить через рабочий процесс на согласование. Процесс согласования это такой отдельный процесс сбора замечаний такой отдельный, наверное, отдельная тема для отдельного вебинара. Вот у нас подгрузились связи, и у нас подгрузился сам ревитовский файл в корень. То есть, это вот получается у нас полный пакет, по сути дела исходная модель, все ее связи, формат PDF из тех листов, которые мы указали, формат DWG, из тех листов. Вот этот пакет уже можем передавать к следующей стороне и отправлять на согласование. Время у нас сейчас 12.04 по Москве, поэтому наверное, процесс согласования мы смотреть не будем, потому что на него тоже нужно минут 30-40 отдельно, чтобы в него погрузиться и его там разобрать по кирпичикам. Единственный момент, который я бы хотел еще уточнить по поводу особенности совместной работы. Вот мы с вами посмотрели запуск совместной работы с центральным файлом и синхронизацию. Соответственно, там мы указывали файл на сервере, указывали файл в системе. С Revit сервером возможны два варианта. Первый вариант, который по аналогии как мы посмотрели, когда мы вручную два файла взаимосвязи указываем. И второй вариант, если определенные настройки в системе указаны, то система сама выстраивает структуру файлов и папок на Revit сервере и на зеркальную структуру вместе с содом делает. И эту структуру сохраняет центральный файл. Более подробно можно посмотреть на канале YouTube у коллег из Виттера. Там как раз этот процесс описан. Я думаю, данными слайдами в формате PDF мы как раз с вами поделимся. Мы с вами посмотрим публикацию проекта и процессы согласования. Но процесс согласования мы сейчас смотреть не будем, потому что на это нужно минут 25 как минимум. Наверное, остановимся тогда на той совместной работе, которую сейчас мы посмотрели. Я вот резюме подведу с точки зрения того, что мы сделали. Мы создали центральную работу на центральный файл на сервере, потом замапили наш файл через сохранить изменения, то есть синхронизировав центральный файл, мы также при необходимости можем отгружать версию нашего файла на сервер. В нашем случае это была зона рабочих данных через функцию сохранить изменения. Затем в общей данной через функцию опубликовать мы загружали очищенную модель отсылок. Из общих данных мы себе забирали через вставку Revit модели смежных дисциплин и публиковали экспорт в зону опубликованную. То есть у нас получилось опубликовать классическую модель DWG и PDF. Немножко не получилось с BeamViewer, мы с этим разберемся, и, наверное, я отдельное видео по поводу BeamViewer расскажу, для чего это, как это работает. Потому что раз уж сегодня не получилось вам в полной мере этого раскрыть, я прошу прощения. И теперь, наверное, я закрою доступ к самому экрану, и мы посмотрим на вопросы, которые возникли. Так, вопросы я вижу есть и в чате, и в разделе вопросов. нативный формат ревита вебе можно ли посмотреть? Значит, можно в случае через BeamViewer, который мы сегодня с вами, к сожалению, не увидели, но мы исправимся. то есть там сценарий следующий. Из ревита и в ближайшее время из Navisworks можно будет загружать модели в формате BeamViewer из системы проектирования. я сейчас все-таки так, а сейчас экран мы виден, да? Экран мы виден, я вот вам покажу тогда пример, что происходит с IFC вот у нас в системе здесь под капотом, скажем так, то есть я сейчас в Work and Progress к моему аэровскому файлу найду сейчас контакт IFC файл либо зачем мы же с вами работаем экспорт IFC значит в документы я его сохраню значит модуль definition я выбирать не буду модель данных я просто Ctrl-C К сожалению не видно экрана да? черный так завершить показ показ показать так завершить так показать экран весь экран сейчас видно так я в ревити сейчас нашу девчонку просто экспортирую формат афси сюда же я загружу ее так это в документах у меня через drag and drop как обычный формат вытаскиваю перетаскиваю пустил и афси модели они конвертируются во внутренний режим просмотра под капотом то есть если я сейчас афси нажму так у меня то у меня поднимется просмотровщик в котором у меня сейчас мы посмотрим и видимо файл экспорт афси сейчас заберем все параметры сеансе включим наборы характеристик экспортировать виды окей сейчас еще раз это дело экспортируем проверим что у нас в навис ворксе что афси просматривается так афси не просматривается значит экспорт параметры параметры и все стандартные включим стена у нас обычная и еще раз файл экспорт афси документы сохранить заменой так у нас только размер не изменился поэтому экспорт все равно не прошел так больно быть не должно да ну не мытьем так катанем тогда если сейчас и зрею то я не выгрузил афси я возьму любой другой афси их у меня очень и очень много загружу среды общих данных и попробую его открыть при помощи бьюера сейчас какое-то время должно пройти пока пройдет конвертация во внутренний формат и вот у меня моя опора появится похожий подход должен быть через бинвьювер просто более подробно как он работает я вам тогда продемонстрирую на отдельном дополнительном у нас скорее контакты ваши должны быть это дело мы продемонстрируем и соответственно вам наверное отдельное видео либо в каком-то материале мы передадим так коллеги меня просят рассказать про вопрос просьба дать обратную связь сейчас мы к ней тоже подойдем вот так 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 чем хотелось хочется завершить вебинар если вам интересно попробовать и пощупать витро в рамках своей экосистемы вы можете просто нам написать и соответственно мы соберем вам песочницу сделаем небольшой экскурс по инструментам обсудим с вами ваши задачи да и попробуем рефлексировать на эту тему как систему можно использовать у вас так и я вижу еще есть вопросы в чате нативный формат ревита вебе можно смотреть можно но мы не посмотрели из-за того что сейчас у нас какие-то вопросы с геймьювером возникли значит вариант конструкции от Даниэля вопрос сохранить изменения оно локальный кэш в диске делает значит локальный кэш получается как вот у нас центральным файлом выглядела ситуация следующим я сейчас доску для рисования возьму такой у нас был центральный файл на на сервере то есть вот он центральный файл когда мы с рабочего места пользователя так это вот рабочее место а лучше автоматизированное рабочее место арм когда мы с рабочего места открываем центральный файл у нас сохраняется локальная копия локальная копия и собственно пользователь работает в первую очередь с ней только когда у вас нажимаете кнопку синхронизировать у вас идет загрузка ваших изменений центральный файл и обратно то же самое с ревит-сервером и соответственно когда у нас идет работа со средовщих данных то есть у нас два варианта было у нас было сохранить изменения напишу с и второй вариант это было публиковать напишу о когда сохранить изменения мы просто делали версию файла без каких-либо дополнительных телодвижений со всеми ссылочками отправили а когда мы публиковали то есть этот файл сначала сохранялся в локальной на локальную папочку там он зачищался и уже из этой локальной папочки система его сохраняет среда общих данных зачищена то есть вот наверное вот так механика работает и можно ли отказаться от опции очищать ссылки значит собственно очищать ссылки эта функция синхронизировать сохранить изменения то есть вы можете сделать следующее организовать вашей совместной работы ссылку не на опубликованные данные которые очищены а если у вас есть проектная команда вам не обязательно там какие-то очищать ссылки вы там по-живому ссылаетесь друг на друга просто вам нужно немножко динамику изменений приостановить чтобы люди как-то итерационно видели изменения в ссылках просто можете ссылаться на файлы которые находятся здесь а не здесь так вопросов больше нет и снова вернемся к тому что если вы хотите попробовать программный продукт мы с удовольствием вам поможем с этим делом подписывайтесь на наши социальные каналы и социальные сети телеграме ютюбе вконтакте и вот как раз опрос с обратной связью будем очень благодарны если вы дадите обратную связь по нашему вебинару либо по тому какие задачи вы решаете что вам интересно чем вы дышите это всегда позволяет нам во-первых стать лучше чувствовать потребности вас как наших партнеров наших заказчиков и будем вам очень благодарны если вы данный опрос сегодня пройдете я думаю это займет у вас где-то около одной минуты я надеюсь что у нас там не очень много на этом наш вебинар мы завершаем запись должна появиться на youtube-канале PSS CrayTag в ближайшее время спасибо вам огромное за ваше время надеюсь сегодня нам с Евгением получилось рассказать вам что-то новое вы узнали что-то полезное для себя будем еще раз повторюсь благодарны за обратную связь это будет очень полезно для вас для нас точнее вот хорошего вам дня всего доброго берегите себя и до новых встреч до свидания